Абхазия Неправительственного сектора Новое общественное объединение Ассоциация некоммерческих организаций Абхазии возникло в нашей стране совсем недавно. И помимо вышеперечисленных пытаются решить и задачу выхода абхазского государства на международную арену через усилия гражданского сектора. Так неполитическое объединение может помочь в достижении целей политических. Абхазия, кроме России и некоторых стран, как вы знаете, не признана нашей независимостью. Многими странами мы официальные контакты не можем наладить. А как раз для этого тоже есть неправительственные организации. А в Турции, в Европе, в других странах, когда они даже уровни депутата или члены правительства принимают, это частично получается признание этого страна. А для этого многие двери сразу закрываются нам. Это в течение последних 10-15 лет мы этого видели. А когда неправительственная организация, пожалуйста, все вопросы в любом уровне более спокойно вы можете обсуждать. Это нужно нам? Я считаю, что нужно для развития нашей экономики по вопросу инвестиций, по вопросу образования и так далее. Кроме того, в условиях Абхазии Ассоциация планирует выступить связующим звеном между неправительственным сектором и властью, чтобы государство могло помочь в возникновению, а в будущем и продолжению успешно начатых проектов в самых разных направлениях. Это очень важно, потому что все, что мы делаем сегодня, это мы постоянно не можем продолжать, потому что это связано с финансовыми ресурсами, с другими ресурсами, а то, чего у этих возможностей ни одного организации в Абхазии нет. Когда-то мы все начаты нашими проектами должны передать министерство профильного, там, министерство образования, министерство здравоохранения, госкомитет репатриации и так далее. Для этого мы думали, что нам нужен контакт, чтобы правительство больше знало о наших программах, проделанной работе и дальше, что мы планируем. То какие-то вопросы, само собой, мы должны решать совместно с нашими членами правительства, для того, чтобы получить лучший и больший результат. Учредителями Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии в октябре 2017 года стали 15 самых известных и активных НПО республики, работающих в нашей стране с начала 90-х годов XX века. Международный фонд АПСНИ действует практически во всех сферах современной жизни государства и общества. Мы работаем как в социальной, так и в культурной, в образовательной и в международной сфере. Но, конечно же, больше упор мы делаем на социальную сферу. Всего 9 проектов, которые покрывают практически весь пласт вот этой современной жизни общества. Можно четко сказать, что за 3 года нашей деятельности мы осуществили множество важных проектов во всех направлениях. Бюджет за 3 года составил более 41 миллиона рублей. Было более 50 международных встреч и визитов. Огромная поддержка реабилитационным центрам Абхазии, образовательным учреждениям Абхазии. В рамках проекта, например, «Новые технологии» мы обеспечивали учебные заведения, новые компьютерные техники и школы также. Эта работа осуществлялась совместно с другими организациями. И в частности, эти организации являются членами Ассоциации неправительственных организаций Абхазии. И я хочу выразить им тоже отдельную благодарность за это. И то, что мы объединили все наши усилия в рамках этой ассоциации, я думаю, поможет нам сделать еще больше полезных и важных вещей. Одной из старейших неправительственных организаций, вошедших в Ассоциацию, стал Детский фонд Абхазии, созданный известным общественным деятелем Нелли Тарба еще в 1988 году. И тогда, и сейчас главные подопечные фонда – это многодетные семьи, матери-одиночки, сироты и даже бездетные, которые при поддержке организации могут усыновить ребенка из детского дома. Еще не было того, кто обратился в фонд, и чтобы он ушел без всякой помощи. Но у меня на сегодняшний день, и особенно вот эти два года, произошел такой вот случай, когда несовершеннолетний попал в тюрьму. И меня это очень беспокоит, когда наши несовершеннолетние дети, и, как правило, из бедных, малоимущих семей оказываются за чертой, можно сказать, семьи за чертой бедности, но и в то же время эти дети приступают в закон и оказываются на улице. И потом, вот бывает так, что и некому даже им нанимать адвокатов для того, чтобы отстаивать их интересы. Уже целый год бывают наши ролики, которые посвящены правам человека. И мы считаем, что чем больше люди будут знать о своих правах, может быть, потом это будет способствовать тому, что они не будут нарушать чужие права. И сегодня перед фондом стоят не менее сложные задачи, к которым в последние годы прибавилась помощь беспризорным и так называемым трудным подросткам, что нередко оказываются в исправительных учреждениях. Членство в Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии по убеждению руководителя детского фонда Асиды Ломия поможет совместно двигаться к решению общих проблем. И вполне возможно, что есть такие вещи, которые я сделаю, мы со своей организацией сделать не можем, но это сможет сделать какой-то фонд Апсны, или же тот же Кераз, или же, например, психологи в ЦГП и так далее. Ровесник Победы Республики в Отечественной войне, движение Матери Абхазии за мир и социальную справедливость – это женщины, объединенные общей бедой, чьи мужья и дети погибли в боях или пропали без вести в 1992-1993 годах. Создавалась организация в первую очередь для поддержки семей, и потерявших на войне самое дорогое – стало движение, по сути, и первым ветеранским. Нужно было позаботиться об оставшихся ветеранах войны. Тогда такой ветеранской сильной организации не было. Они тоже все спрашивали, как нам быть дальше, что нам делать. Те все, кто друг друга знал. И вот после учредительного собрания мы, еще не зарегистрировавшись в Минюсте, решили начать свою работу с почтения памяти добровольцев, которые приехали к нам, отдали свои молодые жизни. Мы решили поехать по всему Северному Кавказу, почтить память добровольцев и посетить их семьи. Защита и помощь семьям добровольцев также стала частью повседневных забот организации. Спустя годы работа матерей Абхазии значительно пополнилась социальными проектами. Целевая поддержка была оказана трем с половиной тысячам граждан Абхазии и семей добровольцев Северного Кавказа. И это только согласно журналу учета организации. Не последнее место занимала психологическая реабилитация семей погибших. Необходимость координации усилий с другими некоммерческими организациями возникла уже тогда. Мы в партнерстве с Ассоциацией женщин на Абхазии, с Центром гуманитарных программ, с Домом юношества, который нам предлагали всегда квалифицированных психологов, которых мы привлекали к нашим собраниям, тренингам, как они сейчас называются, семинарам, таким двухдневным, трехдневным, выезжая, скажем, в курорты Абхазии, конечно, мы благодарны такими организациями. Я когда-то всегда хотела, чтобы все женские организации были объединены, чтобы не дублировать друг друга, а дополнять друг друга. Вот эта координация всегда вообще помогает. Поэтому сейчас общественная благотворительная организация, которую возглавляет Сонер Гогуа, Абсны, я думаю, они подали такую идею. Как-то собрались мы все вместе, почему бы нам не создать ассоциацию всех общественных организаций Абхазии, которые действительно занимаются благотворительностью в том числе. Через СДЮ прошло несколько поколений послевоенных детей. В этом году знаменитому Сухумскому Думу юношества исполняется 20 лет. Начав как психореабилитационный проект в 1998 году, в 2001 СДЮ преобразовался в благотворительный фонд. За это время осуществлено множество проектов совместно как с местными, так и международными организациями. Сегодня СДЮ на новом уровне. Это по сути методологический образовательный центр, работающий с педагогами и детьми во множестве собственных секций. Задача воспитать достойное поколение стала главным девизом организации. И здесь единый координирующий с другими организациями центр востребован уже давно. И наконец это случилось, потому что координация усилий это всегда означает, что больше ресурсов привлекается, больше сил есть у людей, которые могут делать очень большие и значимые проекты в Абхазии. Мы действительно объединили усилия для того, чтобы взаимодействуя с разными структурами, государственными структурами и негосударственными структурами, с организациями, с общественными, другими, действительно объединить усилия для того, чтобы сделать жизнь в нашей стране лучше. Вот как не пафосно звучит, на самом деле объединение ресурсов это очень важно, человеческих и материальных в том числе. И мы действительно поняли, что вместе мы можем очень много сделать, очень много полезного для Абхазии, и очень много действительно значимого. Мы можем осуществлять вместе действительно какие-то прорывы. Пожалуй, сегодня нет в Абхазии человека, который бы не слышал о работе культурно-благотворительного фонда Ашана. Спасенные жизни и здоровье десятков детей, от самых маленьких до подростков. Это заслуга многих тысяч абхазских граждан, откликнувшихся на зов о помощи. За шесть лет в рамках акции «Спасем жизнь вместе» собрано более 45 миллионов рублей на лечение 128 тяжелобольных детей Абхазии. Вместе мы сможем больше, уверены в Ашане. Одну организацию могут не услышать. Если мы объединимся и своему объединению придадим правильную форму и сделаем правильный запрос, я думаю, что больше услышать и пользы будет больше. Так как мы все хотим одного, цель у нас одна – это поддержка общества, государства. И то, что сегодня создана такая общественная организация, такое объединение некоммерческих организаций, я думаю, что это показывает, что мы идем в правильном направлении, в развитии гражданского, демократического общества. Я думаю, что именно такое общество мы хотим сегодня видеть у себя. Абхазский общественный фонд развития «Амшра» – относительно молодая организация, возникшая в 2009 году, но уже успешно воплотившая в жизнь 64 различных проекта, направленных в первую очередь на развитие, в том числе национального языка и телевидения. И за это время, с 2009 года, 64 проекта – это те проекты, которые снизу, да, социальная инициатива граждан, что называется. Эти проекты профинансировал фонд. При том, что попечитель нашего фонда, Песлана Родионовича Агарба, сам вот на свои деньги вытягивает эти инициативы. Ну, фонд работает в различных направлениях, и основные из принципов фонда – это прозрачность, вне политики, это, опять-таки повторяю, то, что помогает увеличить благосостояние нашего государства, нашей страны. Между тем, и «Вамшра» видят во вступлении в Ассоциацию некоммерческих организаций Абхазии реальные перспективы – значительно расширить поле деятельности. Ассоциация, в которую мы вступили, она как раз позволяет более правильно, стратегически выработать направление развития нашего гражданского общества и той деятельности, благотворительности, которая, в общем-то, осуществляется. Я думаю, что у Ассоциации очень большая задача, очень большое будущее, потому что объединение всегда приводит к положительному результату. Центр гуманитарных программ или просто ЦГП – также один из старожилов в среде абхазских НКО. Созданный в 1994 году для психологической и медицинской реабилитации, одним из первых организовал выезды женщин Абхазии на лечение в Ереван, осуществление которых было связано с преодолением множества препятствий. Со временем профиль деятельности стал двигаться в сферу изучения истоков и причин грузино-абхазского противостояния, участия в различных международных форумах для развития диалога на неформальном уровне народной дипломатии. Сейчас акценты ЦГП сместились на работу в области соблюдения прав человека. Вступление в Ассоциацию для ЦГП – важный этап. Создание ее означает, что представители неправительственных организаций, они осознали себя как определенный такой социальный стратк с очень важными функциями в обществе и в государстве. Образовательный центр «Мир без насилия», носящий имя известного абхазского общественного и государственного деятеля Зураба Ачба – это молодежный политический клуб с большой историей. Его проекты направлены на развитие студенческой молодежи Абхазии, старшеклассников и педагогов школ. Создание Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии поможет в главном – поднять престиж нашей страны, убеждены в руководстве образовательного центра. Единственная цель у всех – презентовать нашу страну с лучшей стороны, показать, что мы не только умеем хорошо воевать, но и строить свое собственное государство, и делаем все для того, чтобы она стала лучше. Ассоциация «Инвосодействие» с 1996 года помогает в реабилитации инвалидов ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, а впоследствии и не только ветеранов. Интеграция людей с ограниченными возможностями в общество и в полноценную жизнь – главная цель работы АИСа. Успешная координация усилий и уже реализованные проекты стали для «Инвосодействия» решающими факторами для вступления в новое объединение. Нужно объединять усилия. В нашем обществе слишком много факторов, которые нас делят по разным политическим, религиозным, Бог знает еще каким критерием. И нам кажется, что очень правильно и важно, чтобы задавался немножко другой тон в обществе, чтобы люди солидализировались, консолидировались, чтобы была общая заинтересованность проблемы решать. Можно шире смотреть тот форум, который сейчас предполагается. Это ведь тоже мостик в сторону государства и коммерческого частного сектора. То есть проблемы одним только общественным организациям решать невозможно. И это тоже нужно понимать, что более глобального характера, да, локальным, каждая из наших организаций решает какую-то проблему. Но если мы говорим глобально о проблемах общенациональных каких-то, как, не знаю, наркомании и все такое прочее, то только сложением усилий, ресурсов и государства, и частного сектора, и общественного сектора мы можем добиться результата. Ассоциация родителей детей-инвалидов возникла в 2001 году и занялась физической реабилитацией детей с ДЦП еще тогда, когда на государственном уровне подобных программ просто не существовало. Как и тогда, сегодня этому НКО нужно, прежде всего, общественное понимание и поддержка. Объединение некоммерческих организаций в одну такую мощную организацию, это даст нам больше свободы слова. Люди о нас узнают, люди еще больше о нас услышат. И, может быть, какие-то организации, может быть, коммерческие структуры, государство наконец-то в хорошем смысле обратит внимание на наших детей. Может, какая-то другая помощь будет. Организация «Деловые женщины Абхазии» в нелегкие послевоенные годы поставила цель помочь женщинам-предпринимателям, которые, занимаясь мелким бизнесом, в определенный исторический отрезок стали единственным экономическим двигателем республики. Обучающие тренинги вскоре получили поддержку международных организаций. Финансовая поддержка нашей и при поддержке международных организаций было создано 47 предприятий малого бизнеса, которые возглавляли и создавали сами женщины. Это по всей Абхазии практически 70% этого бизнеса осталось, сохранилось и даже расширилось. Сегодня в организации более 300 членов, которые в силах помогать и другим, осуществляются крупные проекты, конкурс «Бизнес-леди года», международные форумы. Итак, каждая организация в ассоциации НКО Абхазии имеет свою нишу, и сегодня нужны не отдельные факты сотрудничества, а настоящее объединение. Объединиться и работать вместе, потому что мы как бы можем дополнять друг друга, делать какие-то совместные проекты. У каждого есть свои ресурсы определенные. Объединив ресурсы, как-то легче работать, и можно больше принести пользы и людям, и стране. Направления деятельности некоммерческих организаций Абхазии крайне разнообразны. Объединение независимых художников Республики Абхазия Апсне-Арт возникло относительно недавно, в 2013 году. Но за небольшой отрезок времени успела осуществить не один интересный проект, в развитии национальной живописи, в тесном взаимодействии с художниками России и ближнего зарубежья. И здесь от объединения усилий ждут непосредственной пользы для сохранения самобытного искусства абхазов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далее, в В скором времени Ассоциация некоммерческих организаций планирует начать непосредственное обсуждение с руководством Абхазии дальнейших шагов по целому ряду направлений. У Ассоциации есть свой веб-сайт, где любой желающий может получить самую свежую и полную информацию о реализуемых проектах организации и ее планах.